Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Возвращаясь к вам с порцией мотивации и вдохновения, у нас наконец-таки отступила жара. Это значит, что можно наконец-таки выйти в сад, позаниматься какими-то делами, вообще позаниматься домашними делами, потому что в жару плюс 36, плюс 38, естественно, делать ничего совершенно не хотелось. Хотелось только сидеть под кондиционером, потому что для нашей полосы это действительно очень жарко и такая температура тяжело переносится. Я не представляю, как люди, которые живут на юге, спокойно проводят лето, потому что у них температура воздуха еще выше, но, возможно, там немного другой климат и жара ощущается по-другому, но я такую температуру не люблю. Для меня комфортная температура воздуха 25-27 градусов. Вот как раз у нас сейчас не так жарит, хотя солнечная погода, но вот там до 30 где-то градусов, 25-27, поэтому можно там после обеда спокойно выйти, чем-то позаниматься. Ну, я имею в виду часа в 3-4, когда уже солнышко вот с этой частью у нас уходит. И у меня в планах здесь сейчас прополоть вот эту зону перед подпорной стенкой. Здесь у нас посажены гортензии, лиственница, по-моему, да, вот это лиственница называется дерево у нас такое изогнутое. Сорняков много, я вообще катала Машу на машинке, но смотрю столько травы, что я начала ее дергать. В итоге уже попросила, чтобы там девчонки ее покатали, и сама решила здесь навести порядок. Вот как раз-таки в этом месте мне еще нужно розу там обстричь, поднести подпорную стенку. Ну, в общем, вот эту клумбу привести в порядок, чтобы она была красивая. Кстати, кто смотрит меня давно, тот знает, что вот эти гортензии раньше у нас росли, вот где пергола с качелями, там раньше росли гортензии. У нас вот именно так было задумано по ландшафтному проекту, но нам это не очень понравилось, потому что вдали гортензии, вблизи гортензии, плюс все-таки они листву набирают попозже, и там в начале, ну вот в мае, да, в начале июня еще как-то мало зелени, поэтому мы их решили убрать оттуда и посадить хвойные. Субтитры сделал DimaTorzok У петуни тоже нужно убрать цветы, которые засохли, потому что, естественно, в жару вот вообще ничего не хотелось сделать, и очень много цветочков засохло, ну потому что даже вот, знаете, поливаешь там рано утром или вечером, но когда стоит такая жара, палящее солнце, очень быстро влага испаряется, конечно, много цветочков, каких-то веточек подсохли, ну не думаю, что страшного, все это отойдет, сейчас температура так более или менее уже стабилизируется. Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивая наша розовая роза отцвела, поэтому нужно сейчас срезать цветочки, потому что выглядит это уже некрасиво и неаккуратно, вот поэтому быстро с секатором все состригаем. Я, кстати, пользуюсь, вы можете заметить, корзинка, в ней дарили цветы, и вот у нее само дно еще простили на пленочкой, она там пристегнута, чтобы туда можно было положить губку, и вот цветы были. Вообще очень удобно, я приспособила ее для прополки. Удобно переносить, удобно из нее все выкидывать, и красиво смотрится, интереснее, чем ведро. В общем, специально ничего покупать не надо, осталось от цветов, поэтому почему бы не использовать в саду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С розой я закончила, но, естественно, там бутончики какие-то осыпались, лепесточки осыпались, все это потом сдувается, поэтому даже пылесосом мы ничего здесь не пылесосим. И кору, честно сказать, пылесосом, вот таким вот воздушным пылесосить не очень удобно, потому что она все равно туда попадает. Вот какую-то крошку, камни, гальку удобно, а с корой нет. С корой так все это, знаете, высыхает, сдувается и нормально. Ну, в общем, и заодно здесь тоже убираю все сорняки. И мне сейчас остается только подмести саму подпорную стенку, ступеньки, ну и вот внизу, где у нас посажены картинки, тоже там все подмету, потому что, ну, доставала траву, земля насыпалась, все было аккуратненько. Кстати, пока я тут занималась вот этой стенкой подпорной, клумбами, Леша покосил газон, тоже вот жара была, и он особо не рос, поэтому мы его не косили, наверное, недели-две, и не так много выросло травы. То есть даже вот спустя неделю мы почему не косили, потому что косить-то особо и нечего было. Сегодня хочу вас познакомить вот с такими книгами от издательства «Эксмо детство». Это годовой курс занятий для детей. Это целая серия, рассчитанная на разный возраст. Расскажу о каждой книге поподробнее, но вот что их всех объединяет. Книги соответствуют в ГОС, а разработаны, опираясь на последние достижения в педагогике и возрастной физиологии. Книге собрано все, что нужно, и нет необходимости покупать много развивающих и обучающих пособий. Например, благодаря курсу, рассчитанному на возраст 3-4 года, ребенок быстро выучит буквы, разовьет речь, логику, интеллект, подготовит руку к письму, научится распознавать цифры и сопоставлять их с предметами. Также сможет сделать аппликации и забавную маску своими руками. И все это в формате увлекательной игры. В курсе на 4-5 лет представлены основные направления дошкольного образования. Грамота, математика, подготовка руки к письму, развитие речи, памяти, внимания и мышления. А еще ребенок узнает о строении тела человека и познакомится с этикетом. В курсе, рассчитанном на возраст 5-6 лет, ребенок продолжит улучшать свои навыки чтения, письма и счета. Начнет решать задачи, приобретет навыки рисования, расширит знания об окружающем мире и произнесет свои первые английские слова. Нам же сейчас по возрасту подходит вот этот курс, рассчитанный на 6-7 лет. Ведь здесь собрано все, что нужно знать ребенку перед первым классом. Летом как раз занимаемся, чтобы ничего не забыть перед школой. Одна книга для всего. Ссылку на эту серию книг оставлю для вас в описании. Покупайте оригинальные издания «Эксмо детство» у продавца торговый дом «Эксмо». А вообще последние недели, ну последние несколько недель у нас была посвящена организации дня рождения Лизоньки. Ей исполнилось 10 лет. Нужно было купить наряд, обувь, нужно было забронировать локацию, позвать гостей, заказать тортик, купить фрукты, ягоды, напитки. Ну в общем, одноразовую посуду, все это организовать. Поэтому вот последние недели так более активно этим занимались. Все закупали, все организационные моменты решали. Ну и конечно, когда у ребенка день рождения летом, я думаю, многие из вас знают, что это просто боль собрать гостей, собрать друзей. Потому что кто куда разъезжается, кто отдыхать, кто у бабушки в деревне гостит. Ну все равно, в общем-то, сколько у нас 9 или 10 человек было. Вот, и поделюсь с вами кадрами. Мы как раз приехали уже на место, где проходила день рождения у Маши, у Лизы. Это такой а-ля детский салон красоты. Но там студия на самом деле совмещенная. В одной части проходит мастер-класс. Это могут быть кулинарные классы, мастер-классы или какие-то творческие. А с другой стороны такой девчачий салон красоты. В общем, все были просто в восторге, и Лиза, и гости. У нас, значит, сначала был макияж для девочек. То есть, когда вот встречали гостей, девчонкам там приклеивали стразы, делали, рисовали стрелочки. Ну, классно. Девочкам всем понравилось. Делали такие татуировки, да, переводные. И потом у них был творческий мастер-класс. Они разукрашивали мишек. Мы хотели на самом деле кулинарный, но вот, к сожалению, повар, который все это проводит, был в отпуске. Мы хотели гонконгские вафли делать. Вот. Но в итоге был у нас творческий мастер-класс тоже очень классный. Деткам понравилось. Разукрашивали мишек, украшали их. Потом они их забрали. Делали открытку такую для Лизы поздравительную. Ну, в общем, занимали, развлекали детей. Потом у нас был ведущий с конкурсами. Там снимали они какие-то в тренде, которые сейчас в ТикТоке, лайке. Вот это вот все. Я от этой темы далека. Но вот у нас уже, я не знаю, как сказать, не тинейджер. Но уже Лиза подходит к переходному возрасту. Поэтому уже развлечения, увлечения. Немножко другие. У нас, конечно, с Лешей все это в новинку. Но понимаем, что ребенок растет, дочка растет. И нужно отталкиваться уже от того, что им нравится сейчас. Конечно, хочется оставить все вот эти вот моменты. кадры, в первую очередь для себя, на память. Но если вам интересно, то тоже можете посмотреть, как прошел наш день рождения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Вообще, этот день у нас был насыщенный, потому что праздник мы проводили прям день в день, когда у нее был день рождения, так как выпал он на выходной день. Ну и смысл куда-то переносить. Машульку оставили у родителей. Это, наверное, вот самое долгое наше такое было с ней расставание. И после праздника уже детского мы собрались всей семьей, пошли вечером, посидели в ресторане, потому что, ну, естественно, ни времени, ни сил у меня готовить и накрывать стол уже просто не было. Да и плюс Маша, конечно, была супер капризная, потому что, ну, долго она была без меня. Вот, уже в ресторане она была только у меня на ручках, мы с ней ходили. Вот, не могла она как-то, знаете, уже сконцентрироваться, посидеть, игрушки, не игрушки ей. Но в любом случае мы провели хорошо время, праздник удался, самый главный именинец осталась в восторге, ей все понравилось. А что еще нужно родителям? Главное, это счастливые глаза ребенка. Ну и мне осталось только загрузить посуду, посудомоечную машину и кухня будет чистой. Это, кстати, любимое занятие младшей дочки, всегда с удовольствием участвует. Так как в доме дети бытовые средства стараются выбирать максимально безопасные. Посуду моют таблетками от Синергетик. Соль и ополаскиватель тоже Синергетик. Вот такие таблетки. Они, кстати, водорастворимые пленки. Мне нравится, что нет запаха. Посуда чистая, без разводов и подтеков, а отмывает даже засохшие загрязнения. Форма после запекания, например, курицы, тоже отлично отмывается. С жиром средство справляется отлично. Этими таблетками можно мыть детскую посуду 0+. Ну и, конечно, подкупает безопасный состав без фосфатов и других вредных компонентов. В пачке 100 таблеток. И цена получается за такое качество. И хороший состав очень приятная. Тем более, что средство не только очищает посуду, но и заботится о посудомоечной машине. Как закончится цикл, покажу результат. Вот такая чистая посуда после мойки. Я очень довольна средством. Артикул на свои средства для посудомоечной машины оставлю для вас в описании к видео. Ну что, у нас уже следующий день, будни. Мошеленька у меня спит. Жара отступила. И, значит, я могу привести в порядок нашу террасу. Потому что в жару здесь просто было невозможно находиться. Разогревалась она, мне кажется, до 50 градусов. И самое интересное, знаете, у нас в этом году очень много какого-то ураганного ветра, таких сильных гроз. И вот как раз-таки аномальная жара сменилась сильным ветром. Я знаю, что в Москве были ураганы. У нас, конечно, не такие сильные, но все равно ветер был достаточно сильный. Поэтому песок, пыль, в общем, всю террасу нужно перемывать. Ну и, конечно, вот такая открытая терраса, она все равно предполагает ежедневную уборку. То есть хочешь накрыть стол, нужно все протереть, стряхнуть, смахнуть. Ну, потому что пыль, хочешь, не хочешь, все это оседает. Сегодня протираю я здесь все, стол, мебель, какой-то декор, который у меня здесь стоит. И протираю гриль, потому что он тоже весь в пыль. То есть не грязь, а вот именно пыль. Все это осело, ну и хочется, конечно же, освежить. Продолжение следует... Текстиль я тоже здесь стираю, но, соответственно, не так часто. Наверное, раз в неделю, раз в 10 дней. Потому что дети любят здесь проводить время. И вот любят во все подушки и лицом уткнуться, лежать, валяться, заворачиваться в пледы. И даже если это убрать с террас, они все равно все сами принесут. Вообще растаскивают это по всему участку. И на качели, и под деревьями они валяются. В общем, они у меня любители текстиля. Видимо, все в маму пошли. Поэтому он присутствует в изобилии у нас в нашем, ну не только доме, да, и вот придомовой территории. В общем, они это любят. Ну и, соответственно, тоже нужно стирать. У нас, слава богу, девочки, вот мне кто-то пишет, что как вообще можно что-то оставлять на террасе. Коты, собачки. У нас в этом плане забор везде закрыт. Даже где вот было какое-то пространство под воротами, допустим, мы все заложили там брусочками, деревяшечками, чтобы соседские кошки не могли ходить и, соответственно, там гадить. Потому что у нас маленькие дети, у нас есть песочница, у нас там домик. Ну, кому приятно, да, то есть чтобы каждый день это что, все перемывать, что ли? Чтобы там ребенок играет в песочнице, там пришла соседская кошка и нагадила. Поэтому у нас все закрыто, чтобы никакие ни кошки, ни собачки никто не ходил. Поэтому у нас в этом плане нет ни запаха, никаких проблем. Вот мы свой вопрос таким образом решили. Субтитры сделал DimaTorzok На одной части террасы навела порядок, там где у нас стоит стол, такая, да, обеденная зона. Ну, а здесь дети любят валяться, качаться на качелях. Здесь, по сути дела, ну, по минимуму какого-то декора. Он опять у меня, кстати, летал, когда был ураганный ветер. Вот повторюсь, никогда такого раньше не было. То есть я вот не припомню, чтобы, ну, был там порывистый ветер, чтобы настолько сильный, чтобы так гнулись деревья. Вот честно, вообще не помню. Этот год какой-то действительно аномальный и по жаре, и по грозам, ветру и так далее. Вообще, привожу здесь тоже все в порядок, протираю. И мне сейчас останется только вымыть пол. Вот, кстати, мыть пол, вот здесь у нас постелено просто дерево, просто деревяшки. И мыть его крайне неудобно. Все-таки, мне кажется, удобнее, если это террасная доска, а, наверное, еще удобнее, если это плитка. Вот тогда за полом действительно можно ухаживать так, чтобы он прям был чистый, и по нему можно было ходить разутами. Вот, но у нас здесь, знаете, это постельно, так, чтобы ходить не по грунту. Вот, но как-то разутами мы здесь не ходим. Если Маша здесь у меня играет, ползает, то я и расстилаю коврик. Вот, потому что, ну, отмыть этот пол, вот, во-первых, неудобно пользоваться даже шваброй, потому что какая-то доска выше, какая-то ниже, все равно пол он гуляет. Но дерево, оно рассыхается, да, наоборот расширяется. Вот, в этом плане, конечно, непрактично. Лучше класть плитку. Но она, правда, холодная, в общем, я не знаю. Поделитесь опытом, вот если у кого-то есть такие полы, как вы за ними ухаживаете, потому что, ну, мне вот проблематично помыть эти полы, чтобы они действительно были чистыми-чистыми. Здесь главная задача просто убрать пыль, вот. А как за ними прям так ухаживать, чтобы под разутом ходить, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Девчата, я уже заканчиваясь террасой, я просто вся упрела, потому что разогрела уже нормально, вот. Хотя здесь тенечек, но все равно очень жарко, потому что я работаю. Сейчас пойду домой и займусь планированием. Спланирую предстоящую неделю. Мне так гораздо проще, когда я знаю, что меня ожидает, когда у меня что, когда я вот вижу перед глазами такую картину, что мне нужно сделать, и вот, знаете, появляется, что ли, какой-то настрой, такой заряд, тоже на этом сконцентрированный, и как-то делать это гораздо проще. Поэтому Машулька пока спит, есть время, пойду немножко охлажусь под кондиционером и займусь планированием. И да, меня спрашивают, во что Маша все время спит. Нет, у меня Маша не все время спит, у нее один дневной сон, и второй сон вечером, там, буквально 30-40 минут. Просто мне комфортнее снимать и спокойнее, когда она спит. Поэтому я могу снимать не один день, а два, там, три дня. Но делаю я этого ее сона, все-таки она бодрствует максимум моего внимания ей и детям, так как они на каникулах. Девчата, и сейчас переместилась уже в спальню под кондиционер, потому что у нас разогрело на улице прям хорошо, и занимаюсь планированием. В принципе, я даже ничего не пишу, потому что у меня все есть в печатном виде. Вот, и я просто выбираю те дела, которые буду делать на предстоящую неделю. Это у меня ежемесячный чек-лист, еженедельная перезагрузка. Она разделена, дела по дому, дела планирования. В общем, то, что мне нужно сделать из домашних дел на предстоящую неделю. Вот сегодня понедельник, я выбрала, что у меня будет уборка в столовой, в кабинете и в детской. Вот, ну, в принципе, здесь тоже все расписано, можно просто ставить галочки. Поэтому я ничего не пишу, просыпаюсь, смотрю на настроение Маши, смотрю на погоду, на какие-то дела, планы. Возможно, нам захочется поехать в парк, если погода будет позволит, и это могу перенести. А так просто беру список и приступаю к выполнению. И дальше я спланировала меню на предстоящую неделю, как я вам показывала. У меня есть вот такой летний сборник рецептов, и вот такой вот сборник планирую меню легко. Сейчас готовлю в основном по летнему, потому что здесь именно сезонные рецепты, пошла малина. Поэтому я выбрала пирог со сливочным сыром и малиной, и вот такой манник на молоке с яблоками буду готовить на следующей неделе. Дальше у меня здесь ребрышки по-канадски, томатный соус с зеленью. Далее салат с креветками, авокадо, помидорками, черри, паста из кабачков с томатно-чесночным соусом. Потом будет ароматное барбекю из курицы. В общем, пока накидала вот такие варианты, я все это откладываю. И это, в принципе, вот планирование на предстоящую неделю, какие-то домашние дела и рецепты. Мне потом очень удобно, например, я когда готовлю, ставлю карточку перед собой и вперед. И даже могу, допустим, детей, если там что-то несложное, типа там салата, даю карточку, они могут спокойно нарезать или какое-нибудь простое печенье, типа там сметанное, медовое. Тоже без проблем могут все это делать. Поэтому один раз села, все вот это создала, напечатала. И теперь очень удобно я этим всем пользуюсь. Вы это тоже можете приобрести на моем сайте. Вот такие сборнички. Видите, какое огромное количество здесь рецептов. Просто разнообразное меню, вкусное. И рецепты такие простые, повседневные. Вот. Ну что, девчата, с планированием закончено. Я сейчас пойду отдыхать. Мы с вами видимся совсем скоро. Всем пока-пока.